Все же обсуждают результаты выборов в Мариуполе. Как же мы без них? Никак. Что вы думаете? Все стали говорить, ну вот, до чего мы дожились. Хотели-хотели выборов, а вот там раз и человек Ахметова победил на выборах мэра. Ну, собственно, результат-то прогнозированный, поэтому здесь надо говорить не до чего мы дожились, а почему мы не ушли от прежней жизни, потому что, собственно, то же самое осталось. Был монополизирован город Ахметовым, он и остался монополизирован. Ну, то есть это неудивительно. Здесь нужно говорить о том, что вот это является показателем вообще изменений в стране, да. То, что президентский блок партии не прошли вообще в Мариупольский горсовет, это тоже вот оценка деятельности нынешней команды властной, ну, в частности, в Донецкой области и в Мариуполе, относительно благополучно по сравнению с другими городами. Поэтому здесь все замыкается на общей ситуации в стране, во-первых. На, я бы сказал, системном кризисе управленческом в нашем государстве, который, ну, так или иначе чем-то должен разрешиться, либо какой-то революционной ситуации, либо эволюционной по форме, но революционной по смыслу все-таки. Потому что так, как сейчас, как там Ленин говорил, верхи уже не могут управлять по-старому, а низы не хотят жить по-старому. Ну, да. Вот сейчас, по-моему, как раз вот та ситуация и то, что произошло в Мариуполе, это ее полное отражение. Жаль, что господин Ахметов этого не понимает. И он вроде бы дистанцируется от политики, а с другой стороны, захватив, можно сказать, целый город, он фактически занимается политикой, причем сам ее острие сейчас. И это может плохо сказаться именно в отношении него, мне кажется.